Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Нина Тритониченко из американского штата Мичиган. Вы находитесь на канале Триты Нина. Итак, очередной выпуск программы «Всё не так, как кажется. Взгляд из США». О чём бы сегодня мне хотелось с вами поговорить? Сегодня мне с вами хотелось немножечко опровергнуть то, о чём говорит одна из, ну скажем так, становящейся известной блогерш. Я не буду называть её имя. Она живёт тоже в Мичигане. Она становится жутко популярной. Но я немножечко сейчас пройдусь по вещам, которые, ну, мне кажутся неправильными. То, что она делает и то, что она говорит. Поскольку я тоже живу в этом штате и живу намного больше, чем живёт эта женщина. И как бы немножечко разбираюсь в том, что происходит в стране. Итак, поехали. Вопрос первый. То, что она говорит, что в нашем штате, в Мичигане, каждый может продавать всё, что ему вздумается. Если говорить о выращенных человеком сельскохозяйственных продуктах, овощах, фруктах. Это не так. На самом деле наш штат, Мичиган, очень зарегулирован. И тут без лицензии, извините, даже в туалет не сходишь. Собаку завели, лицензия. Вы, учитель, переехали в другой штат, вам нужно получать лицензию этого штата. Нужно сдавать экзамен. Если вы приехали в другой штат, вам нужно получать водительское удостоверение этого штата. А другое аннулируется. И всё так. То, что касается выращенных человеком овощей, фруктов на своих грядках, человек не имеет права их продавать на рынке. Если вы хотите продавать на рынке, значит, вы должны это выращивать на специально отведённой территории. Ну, к примеру, это должна быть ферма. Вот место, где вы живёте, должно называться ферма. У нас здесь всё поделено на зоны в нашем штате. Есть зона, в которой люди просто живут. Так она и называется. Есть зона, в которой так называемый мини-фарм. То есть вы можете выращивать овощи и фрукты для себя. Есть зона, которая называется agricultural. То есть там вы выращиваете, там живут настоящие фермеры. Вы выращиваете овощи и фрукты на продажу. Если вы живёте в зоне, которая называется просто для жилья, и у вас небольшой участок, и вы выращиваете фрукты, овощи, и хотите их продать на рынке, вам никто не даст лицензии. Вот. А то, что эта женщина говорит, я выращиваю, у неё мини-ферма своя, и там ставлю знак возле своей улицы, и люди приходят как бы и покупают. Это, конечно, можно делать, но это совсем другое. Точно так же люди продают здесь, когда хорошая погода, в основном летом устраивают такие, так называемые гараж-сейл или ярд-сейл, небольшие домашние распродажи. То есть вы ставите знак у дороги, что у вас домашняя распродажа, и все желающие, все, кто ездит на машине, кто мимо проезжает, смотрят, читают, что там написано, и к вам приезжают и покупают. Точно так же можно делать с овощами и фруктами. Но вам никто не разрешит продавать их онлайн. Ну, можно там на крыкс-листе, можно выставить, но официально нельзя. Вот это одну вещь, которую я хотела опровергнуть, и второе, что поразило меня, я также об этом рассказала мужу, сыну, они тоже в шоке, конечно. И это поразило не только меня, но и некоторых людей, которые смотрят видео, которые выставляет эта женщина, о которой я вот вначале рассказывала. Живет она в Мичигане. Ну, я так вкратце сейчас расскажу, в чем заключается проблема, и почему меня это поразило и возмутило, то, что она делает. Значит, семья состоит из пяти человек. Мама, папа, трое детей. Из них трое работают. Жена работает, муж работает, сын уже взрослый, тоже работает. У них дом, который они купили, ну, судя по ее словам, за 270 тысяч долларов. На минуточку, чтобы вы понимали, если у людей недостаточный доход, банк никогда не даст в долг на такую большую сумму. Поскольку они все втроем работают, там суммарный доход достаточно большой, им разрешили купить этот дом. Иначе просто банк вам не даст в суду, и вы дом не купите. Кроме того, там еще должна быть хорошая кредитная история. Живет эта семья в Америке, в Мичигане, около 13 лет. И женщина выставляет там 3-4 видео в день. То она в один магазин пошла, то в другой, то в третий, пятый, десятый. Постоянно она что-то покупает. У нее своих 70 кур, или может быть даже больше. Ну, в общем, огород, все у них есть. Она даже делает обзор холодильников, морозильников. Прямо то, что называется, с ноги закрывает эти морозильники. Всего полно. Дом полная чаша. И эта женщина регулярно, два раза в неделю, ездит получать бесплатную, бесплатные продукты. Бесплатную одежду и бесплатные продукты. И я почитала отзывы, что по этому поводу пишут люди, которые ее смотрят, подписчики и гости канала. Радуются, говорят, ой, как хорошо, как государство обо всех заботится, это же всем так помогает. Им же деньги нужны, они же дом купили. Ну, давайте разбираться. Это не государство помогает. То, что называется здесь фудбэнк, да, ну, в переводе, можно даже, наверное, не переводить. Банк еды. Банк еды. Это собирают граждане для бедных. Вот те граждане, которые сознательные и которым жалко бедных, они приносят в эту организацию еду. Они покупают консервы, крупу, яйца. Ну, все, абсолютно все покупают за свои собственные деньги. И приносят эту еду в организацию, которая распределяет ее среди нуждающихся, среди бедных. Но поскольку у нас тут в Америке люди в основном сознательные, то ни у кого не спрашивают. Информация, не говорят, что человек должен предоставлять информацию о доходах или показывать, что он бездомный. Никаких документов никто не просит показывать. Но человеку, который ходит на работу, платит налоги, у которого все хорошо, никогда не придет в голову ходить, побираться, просить бесплатные продукты. Вот это я вам хотела сказать. Понимаете, это все равно, что ограбить человека, просящего милостыня. Просто дать ему по башке и все у него отобрать. Это во-первых. Ну, и с точки зрения религии. Ну, я так немножечко коснусь, потому что в этих выпусках я религии обычно не касаюсь. У меня для этого есть другие выпуски. Понимаете, в этом мире за все нужно платить. Бесплатно ничего не дается. Если вы берете то, что вам не положено, вы потом это будете отрабатывать. Либо болезнь какая-то будет, либо в аварию попадете. За все нужно платить. В общем, собственно говоря, вот это то, что я хотела вам сказать. Отзывы приветствуются. Буду рада любым отзывам. Да, еще что эта женщина говорит. Но это же для всех. Для всех, кто хочет. Правильно. Правильно. Для всех, кто хочет. Не для всех, кто хочет. А для всех, кто нуждается. Для тех, кому не хватает. То есть, если она это для себя взяла, значит, кому-то из нуждающихся этого не хватило. И знаете, что она делает с этой бесплатной помощью? Держите за стул, а то упадете. Она кур своих кормит этой едой. То есть, люди тратят свои деньги, покупают продукты для нуждающихся, пенсионеров, бездомных, матерей-одиночек и так далее и тому подобное. Для того, чтобы кто-то этой едой кормил своих кур. В общем, моему возмущению нет предела. Ну, собственно говоря, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал Тритенина. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будете получать извещения о новых видео. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok